Ему было 19 лет, когда он отправился в зону отчуждения спасать людей. Бадрудин был в то время заместителем командира взвода гвардейского инженерного саперного батальона. Те события вспоминает с болью в душе. Город без людей, как призрачный город такой, когда мы войсками заехали туда. Каждые 40 километров стояло это, грунт, мили, туда заезжать. Возка была полностью окружена, это зона отчуждения. А мы переправу делали. Он почтил память участников ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС в годовщину катастрофы. Всего на митинг собралось более 50 человек. Помимо ликвидаторов пришли также ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Единороссы и жители округа. Участники возложили цветы к мемориалу. Участие в митинге приняли и школьники. Для них это отличная возможность узнать о тех событиях из первых уст. Некоторые из них даже познакомились с председателем организации «Союз ликвидаторов аварий на ЧАЭС». Он мне очень много интересного рассказал. Сам что знал, как еще организация вот эта вот появилась. Ну, в принципе, подчеркнул для себя много новой информации. Думаю, вложить ее в свою исследовательскую работу. На самом деле я удивлен, что так много ликвидаторов и живут, оказывается, в Одинцовском округе. Мемориал ликвидаторам аварий на Чернобыльской атомной электростанции установили на центральной площади Одинцова, рядом с камнем-тружеником тыла и детям войны. Его создали в рамках программы инициативного бюджетирования. Место памятника имеет особое значение. В Одинцово проживает не одна тысяча чернобыльцев ликвидаторов. Людей, кто непосредственно своими руками участвовал в ликвидации этой страшнейшей техногенной катастрофы. В Одинцово очень свежа память об этой трагедии. Конечно, должна быть увековечена. 36 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий аварии участвовали более 500 тысяч человек. Эти люди – настоящие герои. Жертвуя своей жизнью, они сумели спасти от радиации тысячи жизней. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова